Всем привет, меня зовут Линда, сегодня хочу поговорить с вами о моем уходе, а конкретно хочу поговорить о Clinique и Estee Lauder. Возможно провести некоторое сравнение, что я люблю, что не люблю, зачем я обязательно еще вернусь. И хочу сказать о том, какие я приобрела два набора на скидках новогоднего. Брокарты L'Etoile достаточно часто устраивают скидки минус 40, и это вообще гениальная возможность приобрести тот или иной продукт, либо возможно какая-то ваша хотелка, либо просто пойдя в магазин и что-то вам там приглянулось, как например случилось со мной, потому что я пошла целенаправленно за тем, чем я хотела, но этого уже не было, потому что просто все разметают с пола, как горячие пирожки. И находясь в магазине, я наткнулась совершенно случайно на вот такие вот два набора от Clinique, как вы можете это видеть. Вот так вот они выглядят. В одном наборе у меня идет полноценный крем для области вокруг глаз Clinique Ulybao Tice. Я давно хотела его попробовать, но так как он оказался в наборе, это просто гениальная возможность. Также здесь есть тушь и средства для снятия макияжа. Очень классное, кстати, у меня оно фаворит. Во втором наборе здесь идет полноценный крем Clinique Monster Search, ну в принципе здесь вся увлажняющая серия. Также идет ночная маска, она просто великолепная. И миниатюра того же All About Tice. И еще здесь были такие вот, как здесь указано на картинке, розовые косметички, вообще они такие милые. И начнем, пожалуй, с крема знаменитого Clinique Monster Search, увлажняющий. Что могу сказать? Да, он неплох, это хорошая база под макияж, но мне сейчас в зимний период его мало. Во-первых, это крем-гель. Если бы, возможно, это был крем, то да, так как крем-гель, мне его мало, кожа у меня сухая. И поэтому могу только использовать его иногда как базу под макияж. Если наносить на ночь, то утром я просыпаюсь, я вижу, как моя кожа пересушена, она недостаточно напитанная, можно так сказать, она недостаточно увлажнена. И поэтому я не могу сказать, плох он или хорош. Скорее, я просто ставлю его на более такой весенний-летний период. И тогда, когда уже погода будет соответствующая, я буду им пользоваться. Я думаю, что мы с ним подружимся. Далее, то, что меня покорило, хотя особых надежд я таких не полагала на эту маску, но маска просто великолепна. Я ее всегда использую после своего кислотного пилинга от The Ordinary. В одном из своих видео я уже о нем говорила, то, что этот продукт стал для меня открытием вообще марка The Ordinary. И я наношу эту маску после этого пилинга кислотного 30% на утро. Кожа просто как после похода в салон красоты, как после какой-то гениальной просто чистки. Кожа ровная, гладкая, рельеф идеальный. Она такая вот плотненькая, такая напитанная, увлажненная. Маска просто супер. Я думаю, что я приобрету ее в полноценной версии. Здесь миниатюра 30 мл. Ну, кстати, как бы, по-моему, полноценный стоп, если я не ошибаюсь. Поэтому это, в принципе, неплохой размер, чтобы распробовать маску. И к тому же я ее использую один раз в неделю, так как вот делаю пилинги. Маска великолепная. Просто рекомендую всем и каждому. Далее, что у меня здесь еще в наборе было. Это вот это двухфазное средство. Это Clinique Take The Day Off Makeup Remover. Очень классное средство. Я не люблю вообще масляные средства, двухфазные. Почему? Потому что они у меня на коже оставляют такую вот масляную неприятную пленку, которую хочется убрать, которую хочется умыть. Особенно использовать для демакияжа глаз. Я просто не люблю всякие масляные эти штучки. Но это просто совершило для меня революцию. Потому что она не оставляет никакой жирной пленки. Она не оставляет на глазах никакой пелены. Она абсолютно комфортна. И самое главное, что она идеально просто очищает нашу кожу от макияжа. Поэтому, как видите, она у меня уже совсем пустая. Возможно, здесь осталось на раз. Это я 100% куплю в полной версии. Поэтому рекомендую вам также присмотреться. Далее. Крем для области вокруг глаз. Clinique All About Eyes. Знаменитый крем. Это бестселлер. Clinique. Честно сказать, я не понимаю тех восторженных комментариев вокруг этого крема. Он обычный. Да, нельзя сказать, что он плохой. Но и нельзя сказать, что он такой великолепный, как о нем говорят. Он обыкновенный крем. Опять-таки же, он неплох. Но возможно, что сейчас зимний период. И у меня кожа слухая, как я уже говорила. И мне его немножко маловато. Вот он работает на моей коже буквально 2-3 часа. И потом куда-то это действие исчезает. Нанося его на ночь, просыпаюсь я утром. Кожа сухая. Вот сухая вокруг глаз. Вот как будто бы вообще я ничего не мазала. Ничего не ухаживаю за областью вокруг глаз. Поэтому скорее мне просто его маловато. И оставлю я его опять-таки же на весенний-летний период. Но у него очень классная текстура. Он такой, как будто бы он тает между нашими пальчиками. Когда мы так вот наносим. Так вот нежно-нежно. Прямо как будто бы по маслу. Текстура классная. Ничего не хочу сказать. Но как-то вот его маловато. 2-3 часа. И я вижу, что как будто бы вообще ничего нет под глазами. То есть я вот трогаю. И вот как будто бы ничего. Нет, ты ничего не мазал. Поэтому не могу сказать, плохо или хорош. Буду тестировать его позже. И тогда уже наверное приду к конкретному выводу. Или же все-таки возможно он работает по накопительной. Потому что я не использовала еще целую баночку. И после этого у меня уже сложится более конкретное мнение о данном продукте. Но пока такое двоякое мнение. Далее, что у меня здесь есть. Это разочарование. Это тушь от Clinique High Impact Mascara. Вот честно, никакая тушь. Здесь самая простая кисть. Самая-самая простая. Она не делает абсолютно ничего. Вот чтобы добиться эффекта. Чтобы хотя бы было видно, что ваши ресницы хотя бы немножко накрашены. Нужно как минимум 10 минут сидеть перед зеркалом. Выводя вот так вот каждую ресницу. Чтобы на ней осталось хотя бы что-нибудь от этой туши. Так тушь самая обыкновенная. Самая простая. Никакого объема. Никакой драмы на глазах нет. Хотя это опять-таки же бестселлер у Clinique. Но, как мне кажется, наверное, здесь люди просто разбиты на два лагеря. Те, которые ее очень любят. И, возможно, те, которые ее не любят так же, как и я. Вот миниатюра. Это прекрасная возможность попробовать продукт. Я попробовала. И могу сказать, что больше я ее не куплю. Потому что даже если сравнить ее с белорусскими тушами, то это небо и земля. От белорусской туши всего лишь один взмах кисти. И у тебя уже драматический взгляд. Драматические ресницы. Здесь и близко этого ничего нет. Поэтому это нет. Это нет. И вам скорее рекомендовать это не могу. Потому что за эту цену можно найти более достойный вариант. Так. Далее перейдем к Estee Lauder. Я хочу вам сказать, что так же я приобрела, но уже не на скидках, а еще до начала скидок, так же набор от Estee Lauder. Там были такие интересные продукты, которые мне хотелось попробовать. Но больше мне хотелось попробовать крем. Но как раз была возможность приобрести его в наборе. И я купила набор. Это моя любовь. Да. Это крем. Он просто... Это роскошный крем. Это самый-самый лучший крем, который когда-либо у меня был. Это Estee Lauder Daywire Multi Protection Antioxidant. Крем 24 часа увлажнения. Вот. Он просто гениальный. Многофункциональный, как я уже сказала, защитный крем с антиоксидантами. Так же здесь есть в составе витамин С, ИЕ и еще аминокислота ЕГП, которая выступает как защита клеток наших от свободных радикалов. Возможно, кто-то скажет, что это какой-то уже более антивозрастной уход, как мне сказал консультант, что это уже как бы 35+. Но я говорю, нет, ничего подобного. Здесь есть увлажнение, здесь есть SPF 15. То, что мне сейчас необходимо, потому что, как я уже сказала, я использую кислотный пилинг 30% и для меня это просто идеальный вариант. У этого крема просто роскошная текстура. У него просто невероятный аромат. Если кто-либо когда пробовал, он меня поймет. Кто не пробовал, просто рекомендую всем и каждому, потому что это волшебный крем. То, что он делает с моей кожей, то увлажнение, то питание, то тонус для моей кожи. Ну, он просто волшебный. Мне, наверное, не хватит всех купить это, подобрать, чтобы его описать. Я буду его покупать всегда. И самое главное, что он не закупоривает поры абсолютно. То есть кожа, как будто ты нанес крем, да, как будто бы кожа впитала то, что тебе нужно. И все. Вот она выглядит, как будто бы она такой была всегда. Абсолютно комфортно. Он просто идеальный. На него идеально ложится любая тональная основа. Поэтому я рекомендую всем и каждому приобрести. Я думаю, что любителей этого крема намного больше, чем Клиник. Вообще, в принципе, протестировав Estee Lauder и Клиник, я могу сказать, что лучше подсобирать, но купить Estee Lauder, нежели тратиться на Клиник. Хоть и говорят, что Клиника это дочернее предприятие Estee Lauder. Но качество, конечно, отличается. И очень отличается. Опять-таки, ну, это мое субъективное мнение. Возможно, кто-то с этим не согласится, кто-то согласится. Но Estee Lauder для меня на порядок лучше. Далее у меня еще в наборчике была вот такая вот умывалочка. Здесь Advanced Night Micro Cleansing Home. Умывалочка кремообразная. Мне она очень понравилась. Она хорошо удаляет макияж. Но, опять-таки, это моя личная проблема. Абсолютно со всеми умывалками. В зависимости от того, это будет бюджетный продукт или даже какой-то суперлюксовый. Они мне сужат абсолютно все кожу. Я использую сначала гидрофильное масло. И уже только масло я смываю вот такими вот умывалками. Да, продукт неплохой, хороший. Ну, как в миниатюре попробовать, да. Как полноценный продукт, скорее всего, нет. Как бы можно найти более достойные, бюджетные альтернативы этой умывалке. А так, в целом, она неплохая. Далее еще у меня было два продукта. В наборе от Estee Lauder это Advanced Night Repair. Вот такая вот сыворотка. И крем для области вокруг глаз. Это просто вот мега два продукта. Я не знаю, что в их составе. Но то, что они делают с нашей кожей, это просто невероятно. Конечно, да, это уже такая более тяжелая артиллерия. Как бы будет глупо мне говорить, борется это с морщинами или не борется. Потому что я таковых не имею, да. И это, как они говорят, что тоже уже 35+. Но так как здесь миниатюра, я не вижу ничего плохого, протестировав ее. Это просто гениальная сыворотка. Потому что то, как выглядит кожа после ее применения, я вам просто не могу этого передать. Насколько вот чувствуется именно тонус кожи, то, что вижу я. Насколько вот она такая напитанная, такая вот упругая. Я вот это вот прям вижу. Даже вот когда ты трогаешь на ощупь, чувствуется, как будто бы вот туда чего-то налили такого, вот увлажнили кожу. И она вот прям такая в балансе. Очень-очень классная сыворотка. Да, она, конечно, уже работает, как говорится, на клеточном уровне. Она конкретно борется с восстановлением наших клеток. Но она того стоит. Я думаю, что даже с антивозрастными какими-то изменениями, я думаю, она справится. Конечно, я думаю, не с глобальными. Мы должны как бы, ну, понимать это, да. Но как поддержание тонуса кожи, я думаю, это продукт просто гениальный. И моя любовь из этой же серии, это крем для области вокруг глаз. Если, конечно, сравнивать с его клиникул Балтайс, то это опять-таки небо и земля. Во-первых, исходя из текстуры. Это более такая воздушная, взбитая, такая вот как гелеобразная больше, да. Вот. А то здесь, нет, здесь такой вот крем. Но не крем и не гель. Скорее, как такое вот застывшее суфле. Я бы так это, наверное, назвала. Но идеально работает для области вокруг глаз. У меня на протяжении целого дня увлажнённая кожа под глазами. Целый день. Вот так трогаешь пальцем, и я чувствую, как здесь мягко, как здесь комфортно. Я чувствую, как кожа моя, вот она это всё питает, она это всё поглощает. Кожа увлажнена. Даже если я наношу консилер, что бывает очень-очень-очень редко, вот он как будто бы как по маслу намазан. Он не трескается, никаких там заломов нет, ничего. Гениальный просто продукт. Можно опять-таки сказать, что это 35+, и мне там пользоваться этим рано. Но его эффект просто гениальный. Поэтому как бы не вижу в этом ничего такого плохого. Я думаю, моя кожа будет только этому благодарна и скажет мне спасибо за это. Поэтому рекомендую. И гвоздь нашей программы, моё полнейшее разочарование. Тот продукт, который я так давно хотела, на который я ставила такие ставки. Вот просто все от него без ума. Он есть, наверное, у каждого блогера. Это клиник, знаменитая вот эта вот шайба. По-другому её назвать нельзя. Это бальзам очищающий. Также из серии Take the Day Off. Я не знаю, почему это средство настолько гениальное, а это настолько провальное. Ну, конечно, это явный конкретный закос на японский рынок. Потому что это, грубо говоря, тоже гидрофильное масло. Только что масло у нас в жидкой текстуре гидрофильное. А это уже более как бы спрессованный его вид. Вот так вот это и выглядит. Как я не пыталась. С какой стороны к нему подойти? Всё провально. Просто не справляется абсолютно ни с чем. Кстати, здесь так и написано, что этот продукт сделан в Японии. Но провальное средство. Абсолютно объясняю почему. Производитель нам говорит о чём? Что идеально очищает нашу кожу. Даже от самого-самого стойкого макияжа. Справляется с самыми стойкими водостойкими тушами. Ничего этого не делает. Просто ничего. Как я не пыталась. И просто нанося на сухое лицо. И на влажное лицо. И просто смачивая немного пальцы. И давая наимассировать, массировать. Кажется, жир притягивает жир. Да, ничего. Просто ничего не делает. Во-первых, если мы берём область вокруг глаз, то у меня просто вот пелена. Фокус абсолютно потерянный. Я не знаю, сколько мне ещё нужно времени, чтобы промыть глаза. Чтобы хотя бы что-нибудь начать нормально видеть. Ну, просто вот ужасное средство. Но самое, что меня просто поразило на повалу, то насколько испортилась моя кожа. Насколько она стала пересушена. У меня появились какие-то высыпания. Вот у меня лоб просто шелушился, как будто бы он сгорел летом под солнцем и начинает обладать. Вот это вот всё безобразие сделало вот это вот средство. Я не знаю. У меня у одной такая реакция. Или же есть ещё люди, у которых подобная ситуация. Поэтому я не понимаю, почему все так сходят от него без ума. Прямо снимают ролики, как это прекрасно он очищает. Я специально добавлю здесь далее наглядный пример, чтобы вы могли увидеть, что этот продукт абсолютно ничего не делает. Абсолютно провальный. Поэтому нет, нет, нет. И ещё раз нет. Лучше уж пользоваться каким-нибудь корейским гидрофильным маслом, которое просто идеально очищает макияж. К тому же это забивает поры. Потому что, как я вам сказала, уже у меня появились высыпания. Опять-таки, как им не появиться? Потому что я умылась, да? А далее я пытаюсь это смыть всё пенкой. Затем беру спонж, беру тоник, протираю. И такое ощущение, что я просто вот сейчас, вот только сейчас вытерла тональный крем. То есть, вот оно просто легло пеленой, которая вообще не даёт никакого доступа к порам, чтобы их очистить. То есть, весь тональный крем, весь мой уход, который был нанесён с утра, он также остаётся на коже. И представьте, поверх этого всего нанести ещё ночной уход и лечь спать с таким пирогом. Ну, как бы, абсолютно логично и понятно, что кожа наша не дышит. И кроме как появления у крыщей, ничего не светит. Понимаете? О чём я? Поэтому нет, нет, нет. И ещё раз нет. И мне интересно, есть ли вообще ещё люди, у которых столкнулись с подобной проблемой. Если, да, будет очень приятно увидеть эти комментарии и понять, что всё-таки это мои личные особенности восприятия этого. Или же всё-таки это действительно такой проблемный продукт. Вот. Так что, подведя итог, я могу сказать, что если сравнивать между клиникой Estee Lauder, то для меня, конечно, Estee Lauder будет стоять на первом месте. И говорить, конечно, по цене, да, Estee Lauder будет дороже. Но лучше подкопить и купить это, нежели купить тот же клиник. Вот опять ещё раз повторюсь, если говорить об этом же Monster Search, да, это увлажняющий крем. У него также есть в составе есть витамин Е, витамин В. Здесь есть также зелёный чай, который работает таким как мощным антиоксидантом, да. Но вот он никакой, а этот крем просто гениальный. Хотя как бы и тот, и тот мощный, защитный, и там есть антиоксиданты, но здесь они почему-то работают. Здесь как будто бы они вот где-то там спят и неизвестно, когда они себя проявят. Поэтому, ну, не буду, возможно, так сильно на него грешить, потому что, как я сказала, буду ждать лето. А это, конечно, это любовь, это будет всегда у меня на полочке. Так что вот так. Вот это, собственно, всё, о чём я хотела сегодня с вами поговорить. Мне интересно ваше мнение по этому поводу. Делитесь какими-то своими новостями, комментариями. Я вообще, в принципе, абсолютно открыта к обсуждениям каким-либо, не только на бьюти-тематику, а, возможно, какие-то есть вопросы или у вас интересные темы для обсуждения. Я с радостью готова снять какой-то видеоответ или что-то обсуждать. Абсолютно к этому открыто. Так что спасибо вам за просмотр, что вы смотрели это видео. Мне было приятно видеть ваши пальчики вверх. Я буду понимать, что это всё делалось не зря. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Следите за новыми новостями уже совсем скоро. И также подписывайтесь на мой Инстаграм. Все продукты, которые я сегодня показала, я постараюсь оставить внизу в инфобоксе, где вы можете более детально прочитать информацию. Так что всем пока и до новых встреч уже совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok